В Крымском паблике мелькнуло, что 60 погибших и тяжело раненых на аэродроме. То есть в Новом Федорке все-таки погибшие, десятки погибших. Марк, ну там взрыв такого масштаба, если бы посносило в километрах. Мы видели, да, но они же не объявляют, они же не говорят, сколько погибших, и даже про самолеты не говорят. Представь себе, сколько погибших на открытом здании, на пространстве аэродрома. Считай, слезал, корова языком слезал авиаполк. А сколько самолетов? 9 самолетов? 9 мы записали, по некоторым данным 12, из 26, по-моему, там присутствующих. Но ты же понимаешь, что остальные уничтожены или в состоянии, которые... Вряд ли из них кто-то взлетит в ближайшее время. Ну, самое главное, не самолеты даже, а персонал. Погибшие техники, это люди очень сложные в специальности, которые за два дня не приобретаются. Мягко говоря, это годы. И это такая история, корова языком. Аэрополкен за раз, сильная история. И очень неприятно. Ты знаешь, у меня полное ощущение, что у российских военных, по сумме признаков, произошел, и в российском коллективном бессознательном, произошел перелом вчера. Они впервые... Ты знаешь, из-за бегства гражданских, которые... Очень грамотно было все сделано теми, кто это делал. Не знаю, партизан или это еще кто. Но смотрит днем. Ясно видно. Явно скрыть невозможно. Ясно видны последствия. Бемассовое бегство. И так далее. Впервые задумались над тем... Нет, еще не поломались. Но впервые задумались над тем, что эта война может закончиться совсем не так, как им обещали. Закончится тяжелым поражением. И это очень четко мелькнуло у российских военных корреспондентов, которые на линии фронта присутствуют. Опять же, описание боев под Авдеевкой и Ходорковский, вернее, как он там был, бывший командир Альфа. А, Ходорковский. Ходорковский, да, пардон, да. Прошу прощения, у Михаила. Да, значит, устал под вечер уже. Он заявил, что нам не хватает выготовленной пехоты. Вернее, что у меня большие потери и неправильно работает вся система целью указания на ведение. А Котенок, военный корреспондент, написал, что мы бы взяли пески, конечно, но не хватает. Это что, это фамилия у него такая, Котенок, или Погоняло? Погоняло, да. Но он довольно смысл. Он сказал, что да, что у нас этот самый, да, Погоняло с фамилией. Нам не хватает квалифицированной пехоты. Это же как бы идеологи. Это же люди, которые просто так не говорят. Когда это выплескается со стороны стихи, понятно, что проблема там грандиозная. И все это героическое убийство армии ДНР, так называемой ЛНР, народных милиций, и наши подготовленные позиции, оно как бы, я чуть позже расскажу, что это было с нашей стороны. Но с российской могу сказать, тупо утилизация. Если они на третьи сутки наступления, на четвертые, начали жаловаться на то, что не хватает квалифицированной пехоты, пиши пропал. Слушай, ну вообще, что значит квалифицированная пехота? Распособность штурмом брать в ближних боях населенные пункты. Все это, все, что кто мог, он остался либо в Лисичанске, либо в Северодонецке, либо вот сейчас на юге пытается там сдерживать наступление украинской армии. Из-за всех сил, что весьма смешно. Тем не менее, мы это понимали, мы это анонсировали еще в начале июня. Четко кто нас смотрит. Возможно, люди понимали умом, но не верили сердцем, потому что казалось, ну ужас, по Украине бьют. Мы отступаем, враг медленно наберет территорию. Но это лишний раз показывает, что народам нужно говорить, ему нужно разъяснять. Тысячные повторения, они как бы, да, все равно нужны, потому что люди не понимают. Когда бьют ракеты по городам, кажется, что... И там враг, ну медленно, по сотне метров, но в неделю наберет территорию, кажется, что это безнадежно. И всякое такое. Видите, ничего не безнадежного. Все, что предсказывали в начале июня, все и состояло в середине августа. И вот российские, особенно вот ура, патриоты, либо нейтральные люди, они начали понимать, военные сами начали понимать, после вчера, что это все очень неоднозначная история. Там комментарии в пабликах вообще замечательные. Один очень известный российский военный пункт, он написал, ну нам не такую спецоперацию обещали, что же дальше, типа. Начали возникать вопросы. Да если это спецоперация, то это очень печально, там как бы, да, и так далее. Ну вот такая история. Ну и перехваты все здесь бы опубликовала российские военные, говорят, мама, это никакая не спецоперация, это бойня, нас тут убивают, и так далее. И вот это вот как раз спустя полгода, это он классический, даже не надлом еще, надрез. Потом сломается в какой-то момент. И будет момент, о котором постоянно говорят российские позиции, что война станет непопулярной. И я предсказываю, что вы в российских войсках стремление договориться, смотаться отсюда, как смотались вы под Киев и под Бучей, это будет, не будет выбивания российской территории, российских войск до последнего солдата с этой территории. Психологический надлом и опасения внутриполитических осложнений в России заставят выводить войска. Потому что по-прежнему путинский режим ориентируется в основном на ситуацию внутри России. И они испугаются этого больше всего. И как только война станет непопулярной, они начнут принимать непопулярные решения по сворачиванию этой войны в том или ином варианте. Нам нужна одна, две, три крупных победы. Я вам и гарантирую. Я вам и гарантирую. Я вам и гарантирую.